В областном центре ветераны государственной службы поделились опытом с молодыми коллегами. Диалог поколений затронул множество важных тем, как изменялась с годами работа чиновников, современные стандарты и требования к специалистам. Подробнее про встречу смотрите в нашем материале. Областной департамент по делам государственной службы организовал круглый стол для чиновников региона. Тема встречи – выстроить диалог между старшим и молодым поколением для более успешной работы последних. Конечно, при этой работе у них возникает масса вопросов, как поступить в той или иной ситуации, как трактовать правильно законы, как правильно оказывать свои услуги, не только государству, но и услуги, которые они оказывают всему обществу благодаря своей работе. И у них возникает масса вопросов, и на эти все вопросы может дать нам наставники, старшее поколение. И вот при нашем департаменте сейчас создан совет наставников. Туда вошли, как я уже ранее говорил, наши ветераны государственной службы. Тот, кто уже вышел на пенсию, все они занимали государственные должности высокого уровня. И им есть чем поделиться. Одним из первых выступил Боран Байскаков, заслуженный работник МВД, полковник юстиции в отставке. Общий стаж его работы в отрасли – 37 лет. Ветеран государственной службы поделился своими мыслями в вопросе соблазнов у нынешних чиновников и специалистов в 90-е годы. Для нас это все было вообще призрачно. Сегодня это стало обыденной реальностью. И, конечно, молодые люди от этих соблазнов воздержаться очень трудно. И поэтому первое, что они видят и сразу для себя ставят целью – это хорошая машина, хорошая квартира. И все остальное, что связано с благами цивилизации. Вот эта ситуация, конечно, она очень сложная. И нам с вами эту ситуацию надо постоянно контролировать, надо постоянно держать руку на пульсе, для того, чтобы не уйти снова в 20-летнее, 30-летнее начало нашего суверенного Казахстана. Конечно, можно говорить, что везде в мире это процветает. Но, извините, пусть процветает. Мы живем в другом государстве, и у нас совершенно законная мораль другая. На данный момент почти 30% чиновников в регионе – это молодые госслужащие. В будущем эти показатели будут только расти. Функционирует ряд полезных и успешных государственных программ для привлечения квалифицированных кадров. Это президентские и региональные молодежные кадровые резервы, а также проект, который позволяет успешным студентам без конкурса попасть на государственную службу, на низовые должности. Я поступил на государственную службу, потому что для меня открылась хорошая возможность работать именно по своей специальности, так как я обучался на специальности информационной системы. И специальность информационной безопасности показалась мне очень интересной. И мне нравится эта работа. Я считаю, что данные мероприятия являются очень важными для нас, потому что мы можем ветеранам государственной службы задать интересующие нас вопросы различные, узнать о государственной службе более глубже, узнать больше информации. На встрече обсудили новую концепцию развития государственной службы. Теперь она будет основываться на принципах сервисности и клиентаориентированности. А во главу угла станет профессионализм специалистов. Я уже не факел, я уже не рассказываю, но мы не знаем, что это было. Продолжение следует... Продолжение следует...